Мы работаем практически без выходных здесь. Это наш второй тренировочный сбор. Первый проходил под Киевом Кончезаспе, где больше было уделено внимание на специальной физической подготовке, на работы в малых группах. Плюс тактические и технические элементы отрабатывались командой. На этом сборе у нас будет больше отведено тактики, но не будем забывать о характере движения, например, то, что были заложены на первом сборе. Я имею в виду, что это будут скоростные перемещения. Не надо, опять же, нужно посмотреть на ростер нашей команды, и от этого будет складываться, наверное, рисунок игры. Команда, можно сказать так, что невысокая, поэтому мы определили, что баскетбол должен быть быстрый, агрессивный, как на падении, так и в защите. И ввиду этого мы будем так строить же нашу подготовку. Игроки должны быть заряжены на активное действие, как на падении, так и в защите. Еще раз говорю, что мы будем работать без выходных. Максимум это полдня будет на какие-то восстановительные процедуры. И после окончания, 13-го числа, 13-го июля, окончания сборов, мы переезжаем в Киев, и с Киева переезжаем на... Едем в Белоруссию, где участвуем в международном турнире. После этого возвращаемся в Киев, и у нас будет уже последний финальный этап подготовки именно к Китаю. Александр Липовый добавился к молодежной сборной, за которой будет играть в Испании, защищать цвета сборной Украины. Добавился Константин Глазерин. Плюс Ивана Полежаева нету сейчас на сборе. Еще одного нашего большого, он сдает госэкзамены. Он присоединится чуть позже. В дальнейшем, я не могу сказать, что будут какие-то изменения кардинальные. Но я думаю, что вот этот гостяк, который есть, возможно, какое-то добавление еще одного человека, одного-двух. На это мы посмотрим. Плюс, опять же, я и мой тренерский коллектив, в принципе, мы уже определили тот состав, который будет защищать цвета сборной на универсиаде в Китае. Так как у нас сезон немножко раньше закончился, наша команда не попала в плей-офф, и мы закончили раньше. И отпуск, естественно, тоже начался раньше. Получается, весь май мы практически отдыхали. Ну, не полностью отдыхали, были такие тренировки, поддерживающие форму. Первая вчера тренировка, это показало, что сборы прошли не зря. Первые сборы были такие втягивающие. Тренер хорошую дал работу. Все были после отпуска. И не было такой сразу большой нагрузки. Больше было на функциональную подготовку. Сердце больше готовили. Ну, в принципе, нормально. Сейчас чувствую намного себя лучше. Эти сборы будут больше на тактику, на физику. Ну, в принципе, есть очень много работы, которые там с самоусовершенства хочется больше прибавить в мастерстве, в технике. Ну, и чтобы это лето было как толчком на следующий сезон, чтобы он будет очень ответственный. Это предстоит отстоять честь страны, честь флага нашего. Так как я свою страну очень сильно люблю. И хочется доказать, что не только у нас есть Кличко и Шевченко, есть и очень хорошие баскетболисты, которые могут отстоять честь страны. Ну, это очень большой опыт. Ну, не знаю, как получится. Будем мы с ним пересекаться. Будет он нам какие-то задания давать. Ну, я думаю, наш тренер Виталий Николаевич будет с ним, с этим иностранным тренером работать и какие-то там его наработки нам давать. Так что я думаю, если лично не получится с ним поработать, то какие-то моменты с его работы у нас будут присутствовать. Это точно. Ну, после сезона мне руководство клуба предложило продлить с ними контракт. Я продлил с ними контракт в период перед сборной. Готовился к сборам. Постоянно ходил в пережарный зал, поддерживал форму, бросал. Работал с тренером дополнительно. Ну, я думаю, что это будет продление этого контракта, который заключил контракт. Я думаю, это будет следующий этап в моей карьере. Я надеюсь, что буду получать больше игрового времени, так как в конце сезона доказал, что могу играть. Надеюсь, что тренер на меня будет рассчитывать. В этом сезоне будет мне доверять, так как доверял в конце этого сезона. Здесь большинство игроков, с которыми приходилось играть по сборным, молодежной, кадетской сборной, приходилось с ними играть. Много одноклубников из команды есть. И я надеюсь, что у нас есть хорошие шансы сыграть на универсиаде, показать хороший, достойный результат. Потому что все молодые игроки, все свежие, у всех много энергии, много сил. Я думаю, у нас все может получиться.